Этот мост сохранила история. Его пощадило время и были милостивы люди. Мост Панте-Векия, самый старый мост Флоренции, вот уже более 700 лет соединяет берега реки Арно и украшает этот старинный итальянский город. Первое упоминание о мосте в этом месте реки приходится на 996 год, когда римлянами здесь был построен деревянный мост. Позднее разрушенный наводнением, мост был восстановлен в 1117 году, но вновь был уничтожен, на этот раз, наводнением, в 1333 году. В 1345 году мост был восстановлен архитектором Джованни Вилани, сделавшим его полностью каменным. С тех пор мост Панте-Векия ни разу не был разрушен, лишь несколько раз пострадал от наводнений. Даже немецкие войска, отступавшие из Флоренции 4 августа 1944 года и взорвавшие множество зданий в городе и все мосты, Панте-Векия пощадили. Вполне возможно, они тоже были покорены красотой этого уникального в своем роде моста. Мост Панте-Векия действительно уникален. В мире всего два таких, как он, трехарочных каменных моста. Второй, мост Риальта в Венеции. Мост состоит из трехарок, промежуток главный, 30 метров, две по сторонам, имеют каждое расстояние в 27 метров. Интересен мост и тем, что по его сторонам стоят дома, в которых со средних веков размещались торговые лавки. В 1593 году продавцы мяса и прочих деликатесов по указу правителя Флоренции, Козима I Медичи, герцога Тосканского, были изгнаны с моста и им на смену пришли ювелиры. С тех пор у моста Панте-Векия появилось второе название – Золотой мост. Прямо над мостом во времена того же Козима, в 1565 году, был построен коридор, сохранившийся до сих пор. По нему герцог беспрепятственно попадал, испокоив палаццо Векия в палаццо Пити. Коридор, построенный архитектором Вазари, вышел, правда немного кривым, владельцы одной из башен на его пути наотрез отказались сносить свою собственность ради прихоти Козима. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.